Владимир Гринин, владелец частной клиники, помогает участникам специальной военной операции. В этом году мужчина выиграл грант в размере 500 тысяч рублей. И массаж, и лечебная физкультура, и психология. Все специалисты оказывают помощь бесплатно. Владимир в 18 лет потерял зрение, но он не отчаялся. Вплотную занялся общественной деятельностью. Он не только предприниматель и массажист, но и глава некоммерческой организации «Без барьера». Задумка, на самом деле, она осуществляется уже давно. В частном порядке я занимаюсь реабилитацией уже с 2015 года. Но грант я выиграл в 2023 году для участников СВО. Владимир Перинский – папа погибшего воина. Его сын воевал под Артемовском в составе 31-й бригады. А потом пропал. Долгие месяцы сын Владимира числился без вести пропавшим. После хождений по разным инстанциям данные бойце удалось найти через специалистов Фонда защитники Отечества. Но сведения оказались трагичные. 10 июля сын погиб. Посмертно его наградили Орденом Мужества. Ну и прошло с тех пор 4,5 месяца. Благодаря Фонду защитников Отечества, благодаря тем обращениям, куда я только не обращался. Эта писанина у меня большая, историческая. Я ее берегу, он ведет дневник на эту тему. Ну слава Богу, мне пришлось даже поехать с сестрой, зятем в родцов морг. Вот так, чтобы опознать. Пришли, нам представили, ну представили нам следователя, он подвел компьютер. Ну вот он, искать не надо, вот он, как дома. Сразу определили, и его одного даже самолетом прислали. И мы его 24-го числа схоронили на Белом Ключе. Аллея Славы там начинается. Владимир до сих пор не может прийти в себя. Помощь нашел в Центре реабилитации. Приходит сюда регулярно, общается с психологом, занимается физкультурой. Ребята очень хорошо работают, душевно. Приятно с ними работать. Дай Бог им здоровья. И вот я прошел курс, пять дней. Теперь моя супруга занимается здесь. Вот так. Спасибо всем, потому что и транспорт здесь подходит, 55-90, прямо на крыльцо. Александр Зайкин работал на Харьковском направлении. Он мотострелок. 22-летний парень. Был на передовой с февраля по апрель. Вернувшись домой, обратился за помощью. Несмотря на то, что его миновали тяжелые физические и ментальные травмы, он обратился в Центр реабилитации. Александр занимается физкультурой на протяжении двух недель. Проблемы с поясницей решены. Также боец посещает психолога. Ему посоветовали обратиться к специалисту в Центре социальной защиты. Людмила Ивановна такая есть. Вышла на меня. Она собирает всех участников специальной военной операции. По разным районам города Ульяновска. Она нашла мой телефон. Мы созвонились, встретились с ней. И она до всего этого момента ведет со мной работу. То есть разные спектакли, билеты отдает. Получить поддержку можно по адресу улицы Островского, дом 20. Участникам СВО и их родственникам специалисты помогут бесплатно. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров. Улправда ТВ.